Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале в студии Ольга Ванеева и в начале коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Полномочия депутата Юрия Печорского досрочно прекращены в судебном порядке. Конфликт интересов стоил Печорскому мандата. Крышу бросили, не кроют. И кто нам выплатит, молчат. Пережили потопы и в морозы рискуют замерзнуть. Подрядчик, выполнявший капремонт крыши многоэтажки в Северном, покинул объект, не завершив работы. Второй теплец, это плюс РТРС-2, еще 10 каналов, завершается вот в октябре месяце. Цифровое телевидение добралось и до отдаленных уголков Красноярского края. Теперь и пятый канал можно смотреть в лучшем качестве. И теперь обо всем подробнее. Каннский горсовет вновь работает не в полном составе. 1 октября решением Краевого суда депутат Юрий Печорский лишился своего кресла в аппарате. И на этот раз, скорее всего, окончательно. Личностью Юрия Печорского прокуратура заинтересовалась еще год назад, выяснив, что в октябре 2016-го ЛДП «Эровец» был членом комиссии, рассматривающей заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. На землю претендовала только одна компания, учредителем которой является Печорский. Компания торги выиграла и получила преимущественные права на участок. Прокуратура подала иск в суд, заявив о коррупционной составляющей. После нескольких судебных процессов в различных инстанциях требования прокурора были удовлетворены. Судом апелляционной инстанции по административному делу было принято новое решение, в соответствии с которым требования Каннского ужеионного прокурора фактически удовлетворены. Полномочия Печорского Юрия Андреевича как депутата Каннского городского совета прекращены досрочно в судебном порядке. Определение суда апелляционной инстанции вступило в законную силу со дня его принятия, то есть 1 октября 2018 года. Конфликт интересов и незаконное бездействие Каннского городского совета в части непринятия мер к досрочному прекращению полномочий Юрия Печорского как депутата были установлены еще в сентябре прошлого года. Однако горсовет игнорировал решение суда. Сегодня от комментариев и юристы председатель горсовета отказываются. Однако сам, уже бывший депутат, не намерен так просто сдаваться. В первой апелляции Краевой суд сказал, что суд не в праве, не в полномочиях суда лишать депутата мандата. Это полномочия только городского совета. А вторая апелляция, Краевой суд сам же опять принял решение лишить депутата мандата и противоречие самим себе. Сейчас будет касация подана и будем ждать решения касационной жалобы. Теперь горсовету предстоит принять досрочную отставку депутата. Так как Печорский шел под флагом ЛДПР, то его место займет следующий по списку. Добавим, по инициативе Каннской прокуратуры Печорский стал вторым депутатом в этом году, отправленным в отставку. До этого своего кресла лишился Евгений Иванов. Ольга Ванеева, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал. Прокуратура инициировала проверку в отношении предприятия «Теплосбытсервис». После сообщения в СМИ об отключении горячего водоснабжения и отопления в зарельсовой части города надзорные органы заинтересовались. Анастасия Мусина продолжит. В минувшие выходные абоненты «Теплосбытсервиса» более чем на 30 часов остались без воды и тепла с 28 по 30 сентября. Прокуратура готовится выяснить, в чем была причина отключения. Сведения о произошедшем, со слов должностных лиц ресурсоснабжающей организации и должностных лиц органов местного управления аварии, в соответствующие уполномоченные контролирующие органы переданы не были. Кроме того, учитывая длительность отключения, отсутствие по полученным сведениям нормативного запаса топлива, в настоящее время подготавливаются меры прокурорского реагирования как к ресурсоснабжающей организации, так и к уполномоченным органам, контролирующим в этой сфере. И действительно, ни уполномоченные органы, ни абоненты ТЭЦ не были проинформированы о случившемся. В понедельник тепло в домах появилось, а остановку котельной энергетики объяснили аварией на главном парапроводе. В администрации журналистам подтвердили свои действия, руководство теплосбыт сервиса согласовывало. У меня есть определенное письмо о теплосбыт сервиса. 27 числа произошел разрыв прокладки на отсекающей задвижке, труп парапровода. Необходима полная остановка ТЭЦ для произведения ремонтных работ. Однако у надзорных органов есть сомнения на этот счет. Пока подлинно никто не подтвердил факт аварии. Добавим, до сих пор Канск не готов к отопительному сезону. Причина – у теплобыт сервиса нет паспорта готовности. Ростехнадзор выдал предписание предприятию. Оно в свою очередь обжаловало их. С паспортом готовности или без остается только надеяться, что отопительный период пройдет благополучно. Анастасия Мосина, Александр Минеев, телекомпания Канск, 5 канал. В Канске сотрудники ГИБДД задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что нарушитель был лишен права управления транспортным средством еще в январе. Он угнал одну и ту же машину дважды. На кадрах видеорегистратора видно, как задержанный дует в трубку алкотестера, который показывает 1,14 промилле, что намного превышает допустимую норму, равную 0,16 промилле. На розыск транспортного средства и задержание злоумышленника были незамедлительно ориентированы патрульные службы полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий экипаж ДПС обнаружил автомобиль в центральной части города Каннска и предпринял меры к задержанию водителя, который игнорировал неоднократные требования сотрудников полиции об остановке, пытался скрыться и вернуть автомобиль обратно в гараж. Как выяснили полицейские, задержанным оказался ранее судимый 21-летний племянник потерпевшего автовладельца. В отношении нарушителя возбуждено два уголовных дела. За неправомерное завладение транспортным средством без цели, хищение и нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. В первом случае злоумышленнику грозит до пяти лет, лишение свободы во втором до двух лет. Уже середина осени работы по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу Северный, 27, начатые еще весной, не завершены. Подрядчик ушел с объекта, оставив крышу и бросив материалы под открытым небом. Жителям многоэтажки хватило потопов после дождей. Теперь они боятся замерзнуть. Татьяна Санду продолжит тему. Крышу бросили, не кроют. И кто нам выплатит, молчат. Пленники капремонта. Так называют себя жильцы 27-й пятиэтажки в Северном микрорайоне. Практически везде работы худо-бедно завершили. Но здесь люди остались в неведении. Они обрывают телефоны, но так и не могут узнать, когда докапиталят их крышу. Подрядчик бросил работу, не покрыв последний подъезд. Но от подтоплений по-прежнему страдают не только его жильцы, но и люди из других подъездов. Крышу-то покрыли, но не сделали водоотведения совершенно никакого. И как раз на крыше, прямо над моим балконом, сделали смотровое окно. Но это смотровое окно они не покрыли ни железом, ни чем. Все оно вот как летит, особенно отсюда же ветер с дождем. Все заливает в это смотровое окно. И как бежало, так оно все бежит и сейчас. И когда дождь, я сижу и вот так вот. Стройматериалы у дома. Здесь же утеплитель, часть из которого не укрыта и при непогоде мокнет под дождем. Территория под охраной. Сторож следит, чтобы материалы не растащили, но пояснить что-либо отказывается. Тент, покрывающий кровлю, развивается на ветру, а на чердаке снята часть утеплителя и просто сложена в одном углу. Здесь же стоят мешки. И не души. Александр показывает последствия потопа. Ущерб жильцам этого дома не возместили. Мужчина заказал независимую оценку и намерен обращаться в суд. Цвет же ремонт сейчас выглядит удручающе. Потолки, обои и ламинат. Все теперь нужно менять. Сырость до сих пор не проходит. Сейчас новая напасть – плесень. На кадрах, снятых в день одного из потопов, видно, что вода была в квартире повсюду. Даже бежала из розеток. Вот я хожу по воде. Столько воды. Как началось с апреля месяца. Делали три акта обследования. Приходила жилищная наша контора. Уже раза четыре топили. Своими силами закрывали сами крышу. Даже я имею в виду, чтобы только не топило. Там пологи покупали. Все прочее. Жильцы рассказывают, что подрядчиком выступала краевая фирма «Экспострой». Субподрядчиком в Канске была компания «Стандарт». В конечном итоге ни один из них работы не проводит. В министерстве ЖКХ обо всех проблемах людей просят сообщать по номеру горячей линии. В крае работает консультационно-правовой центр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Жители региона на телефон горячей линии могут обращаться по вопросам проведения капитального ремонта. Также можно задавать вопросы по возникшим форс-мажорным ситуациям. Правда, самим дождаться ответа по этому номеру телефона нам не удалось. Складывается ситуация, когда люди остались один на один со своими проблемами. И даже компетентные органы, недоступные. В министерстве ЖКХ нам обещали в ближайшее время прокомментировать ситуацию. Татьяна Сандул и Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», пятый канал. Во второй части выпуска узнаете, когда Красноярский край окончательно перейдет на цифровое телевидение. И где в скором времени можно будет смотреть программы пятого канала. Оставайтесь с нами. Иногда кажется, что наши цели далеки. Но ставки по кредиту снижаются и цели приближаются. Ремонт, отпуск, подготовка к школе, пополнение гардероба. Кредит по ставке 11,5% в банке «Восточный». Любой момент может стать прекрасным. Главное – подобрать правильный букет. Магазин цветов «Мама Роза». Букеты для любого случая. Огромное поступление модной мужской и женской осенней обуви. Обувной центр «Багира» Ленина 7. Если вы не знаете, что вам нужно, приходите. У нас это есть. Вы смотрите новости. Мы продолжаем выпуск. Уже завтра в свет выйдет очередной номер газеты «Каннские ведомости». Читайте в новом выпуске. Каннские медики в кадровом вопросе не ждут улучшений. Главврач межрайонной больницы Алексей Кудрявцев дал «Каннске ведомостям» большое интервью. Не дай бог вам жить на пятом этаже. Квартиру 80-летней жительницы северного микрорайона залило водой после капремонта крыши. Про женщину забыли и кормят обещаниями. В Чичиуле открыли вишневый сад. О трудностях в достижениях аграриев из Георгиевки. Добро пожаловать в страшную сказку. «Каннский драмтеатр» вышел с каникул с премьерой Головлёвой. Страшная сказка. Также вас ждет полная телевизионная программа, включая программу передач телекомпании «Канск 5 канал». Рубрика в помощь тем, кто собирается усыновить ребенка. Анонсы культурных событий, репертуар «Каннского драмтеатра». А также сканворд, анекдоты, гороскоп, объявления и реклама. В Каннске в честь дня пожилого человека пенсионату «Кедр» подарили приставку для цифрового телевидения. Само устройство подарили сотрудники местного передающего центра. А один из каннских предпринимателей за свои деньги установил для пенсионеров новую антенну. Оборудование уже установили, оно полностью готово к работе. Благодаря приставке пенсионеры смогут смотреть 20 федеральных каналов без помех и абонентской платы. Это великолепно, это и повышает и уровень, и вообще очень хорошо будет и внимание. Потому что телевидение в другой раз плохо было, а теперь вообще все прекрасно будет, я так думаю. Ну, конечно, лучше. А то он же не всегда, не каждый может настроить, а тот уже включит, и все будет красиво, ясно, понятно. И не все же хорошо видят и слышат. Поэтому спасибо большое за то, что сделали такой подарок на день пристрела от человека. Итак, специалисты обещают, что к концу года практически на всей территории региона можно будет смотреть два десятка телевизионных каналов в современном цифровом формате. Причем программы в отличном качестве станут доступны даже для обладателей устаревшей аппаратуры. Подробности у наших краевых коллег. Помехи, шипения, плохой сигнал, из-за которого так и хотелось постучать по телевизору. Похоже, эта эпоха окончательно уходит в прошлое. Юг-Края переходит на цифровое эфирное вещание. Если еще несколько лет назад в отдаленных уголках Юга-Края обычная антенна ловила всего пару каналов, то теперь будет минимум 10 с отличной картинкой и звуком. А главное, совершенно бесплатно. Телевизор должен поддерживать вход низкочастотного сигнала. То есть он должен иметь возможность работать с видеомагнитофона, с DVD или аналогичных устройств. Сегодня воспитанники Курагинского дома детского творчества получили возможность смотреть 20 общероссийских каналов в отличном качестве. Руководитель дома творчества Татьяна Гусева говорит, это отличный подарок к юбилею. В сентябре учреждению дополнительного образования исполнилось 80 лет. Это невероятный, достаточно нужный подарок, потому что 20 каналов бесплатного цифрового телевещания, где можно выбрать на любой вкус, на любую передачу. Здесь есть и творческие передачи для возраста. У нас есть кружки, которые мы по прикладному творчеству, и здесь есть такие каналы. О новой эпохе телевидения говорили сегодня и на заседании по делам села и агропромышленной политики. В Красноярском крае программа цифровизации уже практически завершена. Только на юге региона, в поселке Курагина, построено 8 цифровых объектов. Настроен второй мультиплекс. Проведены одночастотные измерения. В некоторых отдаленных населенных пунктах района цифровое оборудование только готовится к запуску. Как считают депутаты ЗАГСобрания, бояться этого не стоит. Нужно просто идти в ногу со временем. Я считаю, что глава сельского поселения собрал общий список, составил общие заявления, отработал этот вариант и сняли этот вопрос. Наверное, можно. Вот наша задача в этом деле помочь сегодняшнему разговору, чтобы вот такие точки были найдены. Ну а в целом, если вы говорите о цифровизации, конечно, без нее сегодня уже, наверное, никуда. Мир уже шагает в этом деле, и мы должны шагать вместе с миром. Чтобы насладиться качественным просмотром цифрового эфира, вам понадобятся всего две вещи – эфирная антенна и цифровая приставка. В отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов, зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр. Первый мультиплекс – РТРС-1. Уже завершили в 2017 году, в декабре месяцем. То есть 154 объекта построены. Второй мультиплекс – это плюс РТРС-2, еще 10 каналов, завершается вот в октябре месяце. То есть у нас осталось 150 объектов построено, осталось 4 – это северные районы. Это Снежногорск, Светлогорск, Носок и Кыркан. Цифровое эфирное телевидение могут принимать все современные телевизоры. Достаточно проверить в инструкции, поддерживает ли оборудование стандарт DVB-T2. А дальше запустить в настройках автоматический поиск и выбрать пункт «Искать цифровые», а не аналоговые каналы. Если с переходом на цифровое эфирное ТВ возникли какие-то проблемы, можно обратиться по горячей линии российской телевизионной и радиовещательной сети. Или оставить вопрос на сайте. Операторы вам помогут даже с настройкой. Ольга Максюшина, Алексей Фролов, Ненесей. Новости. Афонтово в Канске. Абоненты оператора «Арион Телеком» теперь смогут смотреть краевой канал в хорошем качестве. Региональные новости и одна из топовых программ «Утренний кофе» с 6.30 до 9 часов доступны для жителей Каннска. Пятый канал расширяет свои информационные возможности. Мы начали сотрудничество с краевым каналом Афонтово. Самые внимательные телезрители могли заметить, что на 26-й кнопке провайдера «Арион Телеком» появился канал Афонтово. Совсем скоро в региональной повестке жители города Каннска смогут увидеть и местные новости. Это новости Пятого канала, а также программы. Зима не за горами, поэтому дамам, да и мужчинам тоже стоит подумать, в чем встречать суровые морозы. Пятигорская фабрика «Шубовик» приехала в Канск с выставкой и готова утеплить жителей натуральными шубами. Подробности в сюжете далее. На меховой выставке пятигорские производители предлагают покупательницам шубы из мутона, каракуля, нутрии, велюра и норки. В линейке представлены модели в оригинальной цветовой гамме и с различными вставками из норки и каракуля. Размерный ряд на любой вкус, в том числе для женщин миниатюрных или с пышными формами. В этом зимнем сезоне популярны будут и шубы в цветах сливки и леопард. Мы являемся настоящими реальными производителями. То есть фактически отсутствует посредник между фабрикой и покупателем. Поэтому на наши выставки такие низкие цены. Помимо оригинальных, производитель представляет и классические модели различной длины. Например, изнутри и велюр интересного молочно-пепельного оттенка. Ее изюминка – мех с легким блеском. В продолжении темы шуба с отделкой норкой. Выглядит эффектно и красиво. В наличии уникальные модели из каракуля различных цветов. Также на нашей выставке действует специальная программа по обмену старых шуб. Мы принимаем старые шубы по 10 тысяч рублей при покупке новой. Также на выставке есть большой выбор шуб из норки. На выставке представлены и верхняя одежда для мужчин. Зимние кожаные куртки, утепленные овчиной различных размеров и цветов. Выставка напрямую от производителя – это возможность приобрести меховое изделие действительно высокого качества. Продукция фабрики маркирована в соответствии с законом. В каждой шубе радиочип, дающий гарантию, что шуба не контрафакт. На меховые изделия дается гарантия один год. Приобрести теплую обновку по низкой цене от пятигорской фабрики «Шубовик» вы можете до 7 октября в торговом центре «Порт Артур». Выставка продажа располагается на втором этаже в помещении бывшего магазина «Любимые дети» со 2 по 7 октября. Татьяна Блинкова, Александр Миниев, телекомпания «Канск», 5 канал. И на этом все. Делитесь своими новостями по телефону 2-35-65. А с вами была Ольга Ванеева. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин